Всем привет! Как и обещала, снимаю обзор на нарядные платья из коллекции Валентина Юдашкина. И в этом видео будет только вот об этом платье, в котором я сейчас. Это платье в пол, пудрового цвета, и это одно из самых дорогих платьев каталога. Я начала с него, и давайте сейчас сначала покажу вам, какое оно в целом, а потом расскажу о своих ощущениях. Итак, мой рост 1,65 м, и я ношу 44 размер. Купила платье 44 размера, и оно мне абсолютно по размеру. То есть у меня нет где-то лишнего, где-то наоборот чего-то сжимающего. То есть в этом плане все в порядке. Сейчас я отойду и покажу, насколько оно длинное. Я без каблуков сейчас и отхожу, показываю. Вот я встала, платье лежит на полу. Причем на полу лежит очень приличное количество тканей. Это примерно, наверное, сантиметров 8 лежит. То есть нужно надевать с очень высоким каблуком. У кого такой же рост, как у меня. Ну, либо подрезать. Подрезать, я думаю, будет легко, поскольку оно здесь ничем не обработано. Край у него просто вот здесь срез, и никакой обработки нет. Поэтому проблем не будет. Теперь, сколько же в нем ткани? Это очень большое и достаточно объемное платье. Когда мне дали пакет с этим платьем, мне казалось, что там пуховик. Оно реально вот такое большое по объему. Все из-за того, что у него очень-очень много ткани на юбке. Показываю, отхожу и показываю. Вот я ее поднимать сейчас буду наверх. А вы, смотрите, расправляются вкладки. Вот только сейчас они расправились. Посмотрите, сколько тканей. Конечно, если покружиться, будет очень красиво. Вот такая шикарная юбка. Ткань, посмотрите, немножко с блеском. И под ним есть еще платье. Вот этот вот топ. Сейчас я камеру пониже опущу. Я расскажу вам про этот топ. Значит, это платье. И смотрите, у меня, как бы я не хотела его заправить по вот этой вот складочке, да, то есть здесь подразумевается, что вот нужно вот так загнуть и ходить. Но как бы я ни старалась, у меня все время вот это место расправляется. То есть никак тут оно не заклеено, не зацеплено. И в носке начинает вот так вылазить. Видите, как бы я ни старалась. Я вчера уже это платье мерила и пыталась тоже что-то с этим сделать, но не выходит. Специально надела сейчас контрастное белье, чтобы показать, что вот именно данная модель push-up сюда не подходит. То есть здесь, скорее всего, нужен балконет. Ну или что-то, смотрите, да, у белья, чтобы вот эти вот треугольники были невысоко. То есть чтобы они, может быть, где-то по бокам. Хотя, в принципе, не видно, но при каком-то легком движении вот таком вот раз и будет заметно. Поэтому тоже имейте в виду. Значит, что здесь еще? Здесь пришита лента. Это лента, похожая на какую-то брючную ленту, которую подшивают брюки. То есть она не то чтобы атласная, она такой матовый атлас и немножко ребристый. Так, вот у этого платья, у нижнего, по-моему, регулируются бретели. Вот здесь вот, да, регулируются. По-моему, они, да, есть регулировка. И это платье нижнее, сейчас покажу, какой длинный. То есть оно тоже практически в пол. Практически в пол. Я стою максимально сейчас на носочках и платье выровнялось. То есть, ну, насколько я самостоятельно могу подняться на носки, сантиметров, наверное, на 8, на 10. И только в этом состоянии платье на мне ровно-ровно в пол, закрывая пальчики. То есть сюда нужен либо огромный каблук, либо его нужно подрезать. Дальше. Вот здесь вот розоватым смотрится тело. Это сетка. То есть вот это вот все закрыто сеткой. Рукава тоже сетка. Вот досюда. И, честно говоря, вот у кого очень чувствительная кожа, как у меня, вот я, например, не могу носить вещи, содержащие шерсть. Даже если я не прочитала состав, эту вещь на себя надеваю, я знаю, что там шерсть, потому что я начинаю вся чесаться. Вот от этого платья тоже в районе, где соприкасается вот эта ткань с телом на спине, мне хочется вот так вот поделать. То есть я в этом платье ходить точно не смогу. И если вы абсолютно с такой же проблемой, как у меня, вы, конечно, можете заказать, померить, но ходить вряд ли. Вот эти рукавчики, не сказать, что жесткие, ну просто такой вот здесь, что это? Это фатин, скорее всего, это фатин. Тоже здесь никак не обработаны эти рукава, горловина не обработана. И сзади замок. Я замок застегнула сама. В принципе, он застегиваемый, поэтому здесь, наверное, проблем не будет. Хотя всегда есть проблема в области вот этих вот швов. То есть сзади этот поясок тоже вшит. И вот в этой вот области было сложновато молнию продвинуть, поскольку замок потайной. И, в принципе, у всех потайных замков есть эта проблема на швах его продеть. Ну, что еще сказать про это платье? Ничего плохого. А, вот, кстати, посмотрите, да, я при вас все расправила, как должно быть. И оно опять расправилось. То ли под тяжестью своей, то ли что. Вот, смотрите, вот эта вот верхняя часть, она здесь пришита к рукаву. А вот эти бретели пришиты вот здесь вот к этому платью. То есть я, честно говоря, пока разобралась, что, зачем надевать, куда, что, какую руку засунуть. Я тут минут пять соображала, стояла. Ну, это, наверное, из непривычки, просто это же не повседневная одежда, да, где три дырки и все, голова, руки и нормально. Здесь, конечно, да, пришлось немножко посоображать, куда что надеть, но ничего. Ну, в общем, видите, да, вот эта вот проблема, она неистребима. Я не знаю, как ее решать. А даже если чем-то, ниточкой какой-то здесь вот ее сприхватывать, то это все равно будет видно, да, то есть здесь будут следы. В общем, девчонки, я вам показала себе, конечно, это платье не оставляю, ну, поскольку мне в нем некомфортно. И я по фасону, я когда его надела вчера, мама говорит, о, говорит, это вот Пугачева на венчании в таком ходила. Но я не видела, в каком она ходила. Ну, я говорю, ну, это Юдашкин. Она говорит, так ее Юдашкин на венчании одевал. Вот, видимо, навеяны мотивы с тех пор или что. Ну, а вообще, я вроде бы не страдаю там лишним весом, и 44 размер это не самый большой размер, но мне кажется, что меня это платье жутко полнит. Вот этот отрез какой-то по талии, тут сразу очень много ткани, и мне кажется, что я в нем такая вот бочка, что ли. Ну, в общем, 100% оно меня не украшает. Поэтому я его возвращаю. Надеюсь, вам мой обзор был полезен. Смотрите еще один обзор, там будет целых три платья от Юдашкина. На этом я завершаю. Спасибо большое, что посмотрели.